Всем привет, это YouTube, Солнечная Талия на проводе, опять говорящая голова, кто-то написал, у меня от этой кухни уже тошнит, девочки. На улице у нас сейчас идут дожди, особенно вот последние несколько дней. Мне сейчас в принципе некуда ходить, я дома работница, мама, уборщица, слежу за кошками и собачкой. Смотрите, Симон, Симон, только что приходил врач, проверили, все ли у него нормально. Вчера ему еще сняли катетер, я все время хочу сказать катептор, катетер сняли, сняли ему уже с головы вот эту вот штуку. Он у нас сейчас на этом корме, на лечебном. Всем огромное спасибо с пожеланием, чтобы Симон выздоравливал. Он вчера ко мне пришел, вчера со мной мяукал, так долго, со мной прямо лег. У него, кстати, такие усы, он когда ко мне подходит, усы самые длинные у него, кстати, из всех кошек у моих. И они меня щекотят и не дают мне смотреть телевизор, да? Симон, сейчас приходила врачиха, посмотрела, сказала, что все нормально. Я его еще не купала, потому что, во-первых, антибиотики кормим, кормим, колем, чтобы не заболел. Вот, но покупаться надо, я чувствую от него, он не воняет, но я чувствую от него запах кота. Чувствует он себя нормально, на руках сидит нормально, видели вы все. Вчера мы кололи, я вчера сама колола, не, вчера колола доктор, когда снимала катетер. Сегодня утром я, еще у меня на завтра уколы и на послезавтра один. Доктор придет послезавтра еще раз посмотреть, потому что, когда его чистили, надо быть уверенным, что его хорошо прочистили, и чтобы у него там ничего не осталось. Я сбегала в магазин, вот так вот он называется, многие меня спрашивают. Я хожу в першок, там все для, краска для волос, лак для ногтей, расчески, резиночки, хозяйственный магазин. Бегала, покупала, написали когда-то под видео, сколько много химии. Ну, по-другому у меня не получается, потому что у меня животные, и, естественно, мне надо какие-то средства для мытья полов. Одной содой, или как там написали, уксус с водой здесь не обойтись. Хотя, в принципе, тоже неплохой вариант. Я немножко сегодня накупила, потому что не хотела тащить все это в руках. Я, как многие из вас, захожу в магазин, только вот мне надо купить это, и все, больше ничего. И я выхожу с двумя пакетами оттуда. Я взяла вот такой вот, не бальзам, а поласкиватель для белья. Это мой самый любимый Коколино. Вот. Кстати, я только что стирала курточку белую Софию, Софийну, вернее мою, которую я купила себе парку. София хитрюга такая. Когда я купила себе белую парку, но так как я не сижу там за партой, не хожу там очень часто, не знаю, по местам боевой славы, то, конечно, на мне бы эта курточка дольше белая продержалась. Так как она ходила в школу, она мне сказала, мама, мы с тобой меняемся курточками. Я тебе дарю зеленую, а я у тебя забираю белую. Думаю, господи, ну ладно, я вот это ж ходила в зеленой курточке, она мини-маркая. Ну, в принципе, так куда я хожу, я ж там нигде рукавами не чешу. София ходила в моей беленькой. Сейчас, Кика, открой и иду. София ходила, потому что я иду, а других кошек от Симона закрываю крышкой, чтобы она не ела. Не могу приучить котов, чтобы ели в одно и то же время. Типа, Маруся, с Кика, чтобы поели, я убрала и корм не стоял. И, в общем, получилось так, что София ходила-ходила в белое, естественно, она ее выпачкала. И такая говорит, ну ладно, мне белое надоело, и, говорит, постирать ее надо. Говорит, я теперь меняюсь назад, я иду в зеленое. Пошла в зеленое, но я сегодня выскочила, там надо было продукты какие-то подкупить. Думаю, ну там грязное, наверное, грязное, там, ну на рукаве вот здесь, там, ну сколько там той грязи может быть, там, пыль, да. Блин, потом как посмотрела, на улицу вышла, там вся спина. В общем, я ее постирала, и как раз ополаскивателем вот этим вот пользовалась. Запах стоит на всю квартиру. Я покупала вот такое вот мытье для посуды вручную. Паста зубная. Я покупала такой вот шампунь малый. Байкал! Женские штучки показывать не буду. И потом в этом магазине сегодня была акция. Там, типа, платишь за одну вещь, а берешь две. Я взяла вот такие вот салфетки, типа, там, допустим, они стоят рубль 50. Вы берете две пачки, но платите за цену одной. Они очень удобные. Байкал! Байкал! Они очень удобные, особенно, я им иногда даже пыль вытираю этими салфетками. Ложу в коридоре, собака приходит с улицы сразу ей лапы протереть. Мне очень нравятся эти салфетки. Потом я... У меня надо было только один витрил, но для мытья там стекол, окон. Но так как тоже был один по цене два, тем более хорошая марка классная, он моет очень классно. Пришлось... Ну как, заплатила за одну, но взяла две. Одну я сейчас поставлю в ванную, одну поставлю здесь на кухне. И все, буду пользоваться, потому что витрил у нас выходит очень много. Я брала два дейзика, вот таких вот. Они очень классные. Байкал! Они очень классно пахнут. Я больше люблю такие, чем шариковые. У нас сегодня тепло. У нас сегодня... Вот у меня окна раскрыты. У нас сегодня месяц май. Я вам говорю, у нас месяц май. У нас очень тепло. Мне нужна была соль для машинки, для мытья посуды. Но что-то моя машинка... Что, я больше ничего не купила? Я не поняла. Груто, я больше брала. А, я сказала, что я не хочу больше брать, потому что было тяжело нести. Ну ладно. Потому что амблизатору надо будет по-любому туда выбежать. Взять, пока там идет акция. Типа, платишь одну, берешь две бутылки. Мне надо взять для мытья полов. Но не хотела ничего сегодня везти с собой руку. Вот. У нас очень тепло. Месяц май на улице. Вчера был дождик. Сегодня погода такая, знаете, влажность очень сильная. Но погода очень теплая. Прямо чувствуется. И, в общем-таки, купила эти самые. Покупки сделала. Сейчас варю макароны. Девчонки продают. С школы у меня осталось рагу, которое делал Карла. Саша очень любит его, поэтому я его разогрею вместе с макаронами. И все у меня. Для Саши уже готов обед. Это сейчас все отнесу на кухню. Вот такие девочки, мальчики, мужчины, дела. Все. Сейчас приготовлю, потом переключусь. Опс, переключаемся. Пока буду резать салями, чтобы детки пришли, чтобы было все уже готово. Я как раз с вами поговорю. На первый вопрос. Марина, верните Софии сережки. Вы ей подарили, некрасиво забирать. Она их не носит. Она их повесила. Они у нее просто висели. Я ей сказала, что если ты их не носишь, дай мне пока в них поносить. Потому что те, которые сережки сваровские, у меня все сережки сваровские, те, которые у меня остались, они, видно, Саша и София потеряли свои заклепки, которыми закрывались их сережки. Они брали мои. Мои, наверное, тоже потеряли. У меня все сережки закрываются вот на эти бирочки такие, да? Ну, на застежку, я имею в виду. И они все это потеряли, растеряли. Я не могу носить другие сережки, потому что у меня нет застежек. Поэтому я ношу эти. Это ее сережки. И когда она захочет, я ей отдам. Так как они у нее просто висят, я их просто ношу. Как она носит мои кофточки, мои эти самые, как его, курточки, там, джинсы она у меня все забрала. У меня ни одной пары джинс не осталось. То я взяла поносить пока сережки. Мне они самые уже надоели, в принципе, одно и то же каждый раз. Но надо купить заклепки. У нас сваровский магазин, сваровский, закрылся в центре города, на Корситалии. Надо ехать в центр. И, возможно, там, потому что здесь можно было купить эти заклепочки. Они, по-моему, по 5 евро стоила одна. Вот это вот, сама эта вот застежка. Надо купить, поехать. Потому что я им говорю, ну, София, говорит, я не брала. Саша, говорит, не брала. Я говорю, значит, взял карму, поносите. Я не знаю, что он себе там закрывал. В общем, последние новости насчет Италии. Рассказывала я несколько видео о трагедии в Италии. Потом как-то переключилась на кота. И девочки спрашивают, чем же все закончилось. Нашли всех мертвыми. Только вот за которых я рассказывала. 11 человек были спасены из них. Четверо детей все больше. Никого не нашли живых. Потом по телевизору сказали. Даже если они сказали неправду, я их поддерживаю. В том плане, что смотрят родственники, смотрят друзья этих семей. Телевизор. Возможно, смотрят даже недоброжелатели. Что они потом постараются донести эту тему до пострадавших. Поэтому я поддерживаю то, что если даже набрали, правильно и сделали. В общем, выдали информацию, что люди не... Всех интересовало, как же умирали люди. То есть они суфрировали. Они страдали или же нет. И в общем, сказали по телевизору, что нет, они не страдали. Что это было все одним ударом, толчком. Что никто не почувствовал, что он умирает. В том плане, что бармена нашли. Допустим, он делал кофе. Вот с этой вот штукой, которая в самой машинке. Не знаю, как она называется. Ну, вы поняли, да? Переключают машинку. Его нашли с этой штукой в руке. Кого-то нашли с телефоном. Кого-то нашли с поварешкой. В общем, в том плане, что люди, в принципе, даже если и паниковали. И друг друга успокаивали по поводу того, что очень много снега. Засыпала вся дорога и что землетрясение. Но, тем не менее, они готовили ужин. То есть они готовились ужинать, ожидая вот эту вот машину, которая должна была расчистить дорогу. То есть, в принципе, сказали, что никто не страдал. В общем, я опять же говорю, даже если это неправда, они правильно сделали, что они не выдали эту информацию, потому что смотрят семьи, мамы, жены. И, наверное, было бы неправильно выдавать правильную информацию, потому что потом бы человек постоянно думал, что его близкий умер в суфрире, в страданиях. Сейчас я руки помою. Так. Я здесь, сейчас я приду, я никуда не ушла. Сейчас я руки помою. Так, потом новости. Сейчас переключили все на тему, а где мой хлеб? Неужели мы хлеб-то издалили? Сейчас переключили все на новость. В общем, в Италии, еще до того, как была трагедия, разбирали дело одного претер, одного, наверное, поп на нашем, перевести, который ведет вот саму мессу, само собрание церковное тоже, как оно называется, кстати, церемония, наверное, называется, да, на русском. В церкви, в общем, поп. Надо было туда камеру поставить, да, говорящая голова? Ну, девочки-вальчики-мужчины, пока дома. Скоро будет весна, будем вылазить, будут другие совершенно влоги. Вообще, всем огромное спасибо, кто с нами остается. А, и да, кстати, показывала соль, что купила для машинки, для соль, для посудомоечной. Но почему-то посудомоечная два дня не работает. Вчера пришлось все выгребать с посудомоечной машинки, мыть ее вручную и все. У меня почему-то зажигаются две кнопочки. То есть не сразу машинка начинает работать на одной программе, которую я выставляю, а потом она перестает работать, как будто там или вода не поступает, или что, и горят две кнопки. Что они горят, я не понимаю. Ладно, вернусь к той теме, что... Мои мысли, мои вскакуны, кто у меня знает, уже привык, что с темы на темы, но зато вспомнила, что хотела сказать. Ну, в общем, до этой трагедии, которая случилась в Италии с отелем Ригопьяно, по-моему, так правильно он называется, до этого уже говорили, что разбирают поведение одного из попов в церкви, в том плане, что на него поступили заявления от женщин, которые, особенно от вдов, которые посещали эту церковь, они приходили к нему на исповедование. Вот, что потом, как бы, некоторые из них продавались, как проституция, продавались другим священникам, некоторых он сам с ними совершал прелюдии, и потом это все перерастало даже в Оргии. И когда она на него подала заявление, еще 30, на данный момент 30 женщин это подтвердило и подписали бумагу против него, что, в общем, он их развращал. Одна из женщин рассказывает, что там, ей там за 40 лет, по-моему, 45, что она вдова, и вот она пришла к нему исповедоваться, и после этого, когда она исповедовалась, он ее поцеловал, потом он там обнял, рука скользила, и, в общем, короче, они там сошлись с характерами, скажем так. Сошлись с характерами, и она потом говорила, что, ну, это как нам информацию нанесет телевидение, но, в принципе, 5 канал, я Дурсу доверяю, не знаю почему, я Барбара Дурсе доверяю очень. Она, боже, такая женщина красивая, 59 лет, какая она красивая, я как-то ее показывала уже видео своих с телевизора снимала. Она вообще, она обалденно красивая. В свои годы она так выглядит вообще. Конечно, много дает, возможно, там были операции пластические, но, конечно, много еще дает о себе освещение, когда очень много света тебя засвечивает, лицо, то, конечно, не видно никаких там, какие-то там на лице, скажем так, помех. Не знаю, как сказать, но не видно каких-то непряжностей, неухоженностей, помех. Марина, Марина, спящая лошара. Ну, в общем, 30 человек на данный момент этого претто, этого папа Денучары, на него написали заявление, вплоть до того, что началось расследование, естественно, потом выяснилось, то есть вот это вот выяснилось, что у него в самом кьезе, в самой церкви есть еще отдельная комната, помимо всего того, что там он совершал органы, органы, органы опеки. Помимо того, что опекался о своих прихожанах, а помимо того, что совершались вот эти вот оргии сессуальные, вот, там окошко открытое, кто-то там пройдет, скажу, что он там говорит про секс. Вот, тут помимо этого нашли всякие игрушки там, типа, то есть секс-игрушки, типа, то есть, то есть по телевизору говорят, что они даже не могут говорить это слово, типа, игрушки, говорят, говорят той, для того, чтобы там, типа, дети не понимали, хотя сейчас каждый ребенок кушает английский язык, ну, большинство, поэтому я думаю, что все все знают. Сейчас, девочки, я солью макароны и все расскажу дальше. Я солью, мне как раз малые через пару минут минут. Вот, и в общем, короче, они нашли эту комнату, где в этой комнате вот эти вот плетки, всякие там, как они называются, наручники, всякие там маски, костюмы, наверное, то есть, короче, по телевизору говорят, что насколько вам хватает вашей фантазии фантазировать на эту тему, фантазируйте, вы не ошибетесь. То есть, все, чтобы вы, вы только знаете о сексуальных игрушках, то есть, все это доверяется вашей фантазии. То есть, что бы вы себе не придумали, там все в этой комнате нашли. Помимо этого нашли даже видео, на которых он снимал вот эти вот прелюдии. Потом этот вот поп, он этих женщин, как говорится, продавал, предлагал своим другим попам с других церквей, с других городов. В каком это городе случилось, Италии, я не помню, честно говорю. Ну, кому опять же интересно, если я вдруг где-то что-то ошибаюсь, девочки меня часто поправляют, читайте комментарии, если вот именно кому-то прямо вот интересно. Потому что я ничего не преувеличиваю, я могу что-то не досказать, там не запомнила я, там какой-то цифры ошибиться, ну, в принципе, читайте комментарии, я не видела ни одного комментария, чтобы меня там назвали брехухой или еще как-то. То есть, если кому-то интересно, читайте, там вся есть информация, девочки пишут. Сейчас хлеб поломаю. Хотела поломать, а потом подумала, сейчас будет слышно все на видео. Думаю, ладно, уже начала. Ну, в общем, и тут, в общем, идет этот вот, а, он, в общем, предлагает этих женщин другим своим попам. И вот эти вот торги совершаются, вплоть до того, что это уже называется, как, ну, как проституция. Понимаете? То есть, многие из них, возможно, даже не хотели с этими характерами сходиться. И тут берут интервью у жителей этого города, в котором в городе работал этот поп, поп Андрея, Андрей, поп Андрей. И вот там, где он рос, и когда еще был маленький. И все, ну, не все, некоторые из них говорят, что нет, такого не может быть, это все неправда. Мы вообще знаем нашего попа с хорошей стороны, он так много нам дал, он на бактезары, он на бактезию, он крестил наших детей. Мы ходили к нему, вот это вот, как София и Саша делали катекизм, там изучали религию. Мы собираемся там по субботам, воскресеньям на вот эти вот собрания церковные, или как называется, месса, как они, как, кстати, называется месса на русском, когда вот это вот собираются, все крестятся, а потом поют песни там. Собрание, служба, наверное, служба называется. И, в общем, что мы там, сейчас, отойди, сейчас, девочки, что, в общем, они там все собирались на вот эту вот службу, и он такой внимательный, и к ним детям, и свадьбы он делал, и там покойников он отпевал, в общем, они его характеризуют с хорошей стороны. Им говорит ведущая программы, которая дает эту новость в эфир, она им говорит, ну, это прямые эфиры, опять же, говорю, в Италии, и все практически целый день на каждом канале есть прямые эфиры. Каждый, на каждом канале раз, а то и по два раза в день есть прямые эфиры. Вот. Они, кстати, очень удобные, потому что так можно видеть, кто говорит правду, и вообще даже сопоставлять мнение одного человека другого, и тогда у тебя уже будет свое мнение о картинке, опять же, кому интересно. И им ведущая программы Дурсу говорит, что, ребят, говорит, ну, блин, я понимаю, что он ваших детей там крестил, свадьбы играл, покойников отпевал, что он вам много очень дал, говорит, но есть же пробы, то есть есть же доказательства, есть видео, нашли эту комнату с этими сексуальными тойствами, игрушками, понимаете, есть другие женщины, которые говорят, что вот эти вот оргии совещали, где все сходились характерами, там по 30 человек, в один характер сходились, понимаете. Я помню, когда, как-то несколько раз уже видео рассказывала, когда Святослава мне говорит, мама, зарегистрировался в ВКонтакте, там еще несколько лет назад, когда у меня только появился компьютер, я говорю, она говорит, мама, ты что, я сижу только ВКонтакте, в одноклассниках не сижу, там сидят одни все, кому за 30, давай ВКонтакте. И я вот это вот вбиваю в Гугл, типа ВКонтакте, наживаю, у меня высвечивается, типа Белоснежка и 7 гномов ВКонтакте, ну что, типа высветился порно-сайт Белоснежка и 7 гномов ВКонтакте, то есть не высветился, а сразу ВКонтакт, как сайт. Эй! Вот, и короче, им Дурсу говорит, ну как вот, как же так, что типа, есть видео, есть женщины потерпевшие, которые написали заявление, нашли вот эту вот комнату, как вы можете такое говорить человеке, что он вам много дал, да ради Бога, что он много дал, но он же не тот, за кого себя выдавал. А на что женщина, одна, кстати, очень странно, что женщина, у которой есть дети, которая водила туда свою дочь неоднократно, она говорит, что типа, а какая разница, чем занимается человек там после 10 вечера? А ведущий говорит, стоп, это говорит, ладно там, я могу заниматься после 10 вечера тем, с чем хочу, там, не знаю, гидравлик может заниматься после 10 вечера, когда закончила свою работу всем о чем хочет, учитель, я не знаю, министр обороны, понимаете, он говорит, но это же в Италии, кьезо церковь, это же главное, одно из главных, люди верят, люди туда ходят, как может, если по закону самой церкви итальянский поп не может заниматься этим? Вы сами выбрали себе такое? Говорит, поэтому получается, что у него, а, Симон, что ты пьешь, мало есть другую еду, хотя я ее прикрываю крышкой, вот, говорит, поэтому он не может заниматься, он даже после 10 вечера все равно остается попом, и после 12 ночи он все равно остается попом, он взял на себя этот крест, а этот поп им рассказывал, этим женщинам, что типа он услышал там голос Бога, что Бог сказал, Иисус сказал, надо соединить характеры, понимаете, тычинка с пестиком сошлась, это вообще просто, извините за термин, это вообще просто, я просто была в шоке, а они говорят, ну а что здесь такое, он же неплохой человек, но с другой стороны, я знаете, я вчера подумала, я тоже детей водила в церковь, я тоже церкви доверяла, но опять же, я водила не для себя, водили итальянцы, которые в это верят, они водили своих детей, так как София с Сашей ходили в садик, ну, итальянский, школа итальянская, и для них это было важно, чтобы ходить и не отставать от своих, от своих компаний, как это сказать, от своих друзей, да, то как бы я тоже водила, хотя Карло тоже, он не против церкви, но он говорит, что этим надо, к этому надо прийти уже в сознательном возрасте, что когда ты уже вырос, повзрослел, ты сам себе выбираешь, если ты хочешь этим заниматься, ты идешь, крестишься в взрослом возрасте, то есть нельзя, говорит, это делать с детства, ну то есть он, не то, что нельзя, он говорит, это как бы, но он считает, что это неправильно, вот, и поэтому сейчас мусолит вот эту вот тему, что случилось такое, что как это так, вот итальянская церковь и такой вот Дон Андреа, такой поп Андрей, который развращал этих женщин, это только 30 человек сейчас на данный момент, которые его уже, вот на него написали заявление, некоторые, по-моему, из них сказали, что он просил даже ребенка от этих женщин, хотел ребенка, потому что он не имеет права иметь детей, вот, потом нашли какого-то там Паруку, по-моему, Паруку я не знаю, как переводится, наверное, сослуживец церкви, напишите девочке тоже, как-то не, даже не скажу, что вылетело из головы, как-то даже не переводило для себя, что такое Парубок, по-моему, перевести Парубок с украинского, это будет мальчик Парубок, по-моему, ну, в общем, не важно, и в общем, нашли, что в этой церкви, до того, когда там служил этот поп, сейчас девчонки пришли, до того, как служил этот поп, там был еще какой-то другой, и что именно, и что у того, родился от своей прихожанки, от своей церкви, родился ребенок, то есть в этой церкви это уже не первый раз, потом другая женщина сказала, что за этой церкви находится прату Лук, где играют дети, там футбол или что, и вроде как он тоже этих детей, привет, Малак, иди за ручьи все, и он вроде как тоже фотографировал детей, я не знаю, в каком состоянии он там фотографировал, но в общем, если вам интересно, на эту тему мы можем с вами продолжить разговаривать на эту тему, пришла моя Сашуля, привет, он одой, ооо, давай кушать сейчас, потому что нормально я, нормально? да, сейчас расскажу все, нормально, я купила Саше кофту на, иди сюда покажись, купила кофту на Новый год, она по размеру, конечно, размер нашей Софии, вот, ну, я ей купила на Новый год, она в нее, я в ней тоже ходила, мне, кстати, писали комментарии, что в ней очень идет, но она, в принципе, размер С, то есть она, в принципе, на нее подходит, она говорит, мама, мне больше не нравится, иди, ручки может, будем кушать, смотри, что я тебе купила, мама, как бы, вы такие механики, такие, в сетте, пожалуй, да, иди, ручки может, будем, это, с таким вот, с таким вот паштетиком, какие нравятся, в общем, что я говорила, а, мама, мне не нравятся больше мои вещи, вот эти вот, которые на ребенка, мне нравятся на подростковых, но она худенькая, я говорю, Саш, ну куда тебе, блин, надо успеть вырасти, в общем, такие вот дела, девочки, мальчики, мужчины, вам огромное спасибо за комментарии, вам всего тоже самого доброго, мир у мир, это однозначно, однозначно мир у мир, огромное спасибо за участие, кто принимает в развитии нашего канала, я тоже сожалею, и читаю комментарии, что многие пишут, что вы нам надоели, с говорящей головой, нам эта кухня надоела, я не снимаю в детской, потому что там как-то детская комната, я не снимаю в зале, потому что, во-первых, у меня там опущена персиана, я говорила, во-вторых, у меня там висят вещи, я их бросаю сейчас на кровать, потому что на этих днях дожди, поэтому я их перевешиваю туда, но некрасиво сидеть там, и такие вот вещи на кровати, у нас же двуярусная кровать, посмотрите старое видео, кто не видел, некрасиво эти вещи висят, вот, а квартира эта, под 20 квадратных метров комната, куда, ну одна я имею ввиду комната, и вторая, в общем, вот такие вот дела, поэтому, ну набирайтесь терпения, скоро весна, скоро начну, может куда-то выходить, желания нет, потом утром встаешь, пока поубираешь, сбегаешь в магазин, прибегаешь, малые приходят, у Саши есть чем заняться, у Софии есть чем заняться, София сейчас, кстати, в последнее время с ней очень Карл занимается, и София сама занимается в последнее время очень хорошо, у нее поднялись оценки очень до 8 балла, у Саши сейчас упала, сейчас Саша больше математику, там какие-то примерчики с ней, то есть есть чем заняться, в принципе, я думаю, что мамы меня многие понимают, я опять же говорю, я свое уже отбегала, на двух работах, на одной ночью, на одной утром, дети маленькие, в садик, коляски туда-сюда, велосипеды, спереди одна, за ней другая, я все это рассказывала, я просто, ну, наверное, такой период, но опять же говорю, я, Саша, успокой Байкала, Байкала, я как-то наоборот рада, что как-то я могу немножко расслабиться, но не все время аж ходить в напряжение, Ланенька, все, девочки, мальчики, машины, София пришла, Ладно, мне надо сегодня еще позашивать, там рубашка, там штаны, мне надо позашивать, там куговицу где-то пришить, надо собраться на днях, надо, хочу все погладить, там тоже несколько рубашек, у меня не хватает этой проводки, надо проводку длинную, купить удлинитель, избегать сюда, хотя бы в китайский, посмотрите, ну, в общем, надо как-то себя тоже в руки брать, тоже побегать немножко, да, потому что все говорят, ну, побегайте, что ж вы сидите, ну, жизнь такая сидячая, Ладненько, сейчас София со всеми поздоровится, тогда я уже буду выключать, Сонечка, иди сюда, здоровайся со всеми, София вчера учила, 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 тихо, тихо, не кричи, здоровайся, поздоровайся, поздоровайся, Сонечка, ну, поздоровайся, ты же пришла, поздоровайся, поздоровайся, иди, смотри, София вчера у нас, София сейчас, тихо, смотри, что я тебе купила, дай, Саша, тарелку, я макароны, тарелку дай, сейчас расскажу, сейчас камеру вытучу, все расскажу, это самое, София выучила один предмет, говорит, я хочу девятку, пошла к учителю, что рассказала, там написали неконтрольную, он ей поставил восьмерку, она к нему пошла, подожди, на русском, я пришла, я тебе не знаю, я тебе не знаю, я тебе не знаю, я тебе не знаю, когда я говорила, что раньше, София, несколько дней назад, сдала один экзамен, взяла восьмерку, она к нему подходит и говорит, почему у меня восемь, я учила, у меня от зубов отлетают, я не знаю, я не знаю, ничего не знаю, она еще очень красиво пишет, чистые странички, ну прямо вот, знаете, гордо за ребенка, даже нигде не ошиблась, подожди, я перевожу, ничего, нигде не там не закрасила, вот эти, знаете, где закрашивают ошибки, он ей говорит, ладно, иди, ну типа, радуйся восьмерке, она говорит, а почему мальчик, который около меня сидел, говорит, у него стоит, типа, восемь с половиной, говорит, он меня хуже написал, ну ладно, я сейчас, нет, я не буду переводить, что такое сталь, она там все рассказала, тем более, готовилась с Карло, вчера тоже до 12 сидела, готовилась, давай, дочь, она вчера готовилась, тоже очень долго, пришла к нам с Карлой, я сам рассказывала, я говорила, что Карлос по образованию, учитель младших классов, Карл, между прочим, очень начитанный чувак, с ним очень интересно вести разговор, я действительно говорю, я не преувеличиваю, у каждого есть свои дефекты, есть там какие-то это, но Карл не дурачок, с Карлом очень интересно разговаривать, и в общем, я не хочу, это все вам, я все вам, бери этот самый вилку, дай тарелочку, дочек, это отнеси, поставь, или иди сюда, я тебе дам вилку, Саша, не кричать, она заодно же может понимать, как на кухне кумится, вот, потом София, это самое, вчера там тоже считала нам, какой-то там, какой предмет был, я уже не помню, и между прочим, Карло ее останавливал, прямо на, я же тебе дала, вот вилка лежит, Карло ее останавливала, прямо говорил, София, здесь ты там, ну там, забыла, не ошиблась, а забыла, она такая, ну а я учила, он говорит, ты не должна обижаться, я тебе просто говорю, что ты конкретно не сказала, и сегодня пошла тоже, она хотела девятку, а почему сегодня поставил восемь? София, а почему же обижаться 8? что он уехал? о чем он уехал 8, он говорит, почему сегодня ты вверху 8? а потому что она не сказала, она спросила, три döды, она спросила, Я хотела девятку, я везде не учила. Ладно, девочки, мальчики, мужчины, давай все пока пока скажем. Пока пока. Давай, бери, кушайте. Я здесь быстренько на кухне все раз беру. Пока пока, ciao. Молодец. Продолжение следует.